Микс Ньюс И вот снова пятница, и мы пытаемся посмотреть этот мир, что такое документальное кино. Говорим мы об этом не просто так, а потому что на этой неделе в Риге проходит фестиваль «Артдокфеста». Мы поговорим о том, что такое документальное кино, любите ли вы документальное кино, понимаете ли вы документальное кино. С Виталием Манским, режиссером-президентом фестиваля «Артдокфест», Дмитрием Боголюбовым, режиссером, и Ольгой Делане, которая к нам присоединится буквально через пять минут, и, конечно же, Еленой Лукьяновой. И Кюля Писпин. Я очень люблю документальное кино, потому что я пять лет была исполнительным директором кинофестиваля большого, и у нас в жюри возглавляли такие титаны, как Владимир Мануилович Девинский, как Евгения Викторовна Головня. К сожалению, они ушли не так давно от нас, и я считаю, что есть что-то такое у документального кино, совершенно сакральное в современной нашей жизни, да. Потому что много задач – подглядеть правду, увидеть тот срез, который задумал режиссер. Может быть, мы мимо чего-то проходим мимо нашей повседневной жизни и не замечаем. И это может быть точка зрения, взгляд, особый подворот или просто правда, хроника. Те события, которые могут, может быть, останутся для потомков только в том виде, в котором их засняли. И нельзя иным способом точно донести, что же было. И я хочу спросить вас, что вы думаете о роли документального кино в нашей жизни, насколько оно нужно, как оно развивается, какие у него жанры, как оно финансируется, какие у него трудности сегодня. Можно я только на секунду напомню телефоны прямого эфира? 6-7-2-1-2-9-3-9, 6-7-2-13-9-3-9. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Любите ли вы документальное кино? Нравится ли оно вам? И зачем оно вообще, в принципе, по вашему мнению, нужно? Виталий Аманский? Ну, я здесь как бы для присмотра. Не-не-не, Виталий. Вы сами, вы сами, режиссер-документалист. Мы же сейчас говорим. Нет, ну, я считаю, что документальное кино нужно в той же степени, как каждому в квартире нужно зеркало. Для того, чтобы иметь возможность видеть свое отражение и понимать что-то про себя. И желательно, чтобы это зеркало было немутным, чтобы оно было ровным, чтобы оно, так сказать, стояло в правильном месте и так далее. И если человек живет без зеркала, рано или поздно он меняется не в лучшую сторону. Это так в общих чертах. Но мне, правда, интересно послушать наших гостей, режиссеров конкурсных программ, молодых режиссеров. Потому что я начинаю со временем ощущать, что следующее поколение несколько иначе представляет себе документальное кино. И вот в чем эта инакость, и хочется услышать, если она есть. Кстати, я абсолютно согласна с Виталием, потому что мне кажется, что очень сильно переменилось понимание о том, что такое документальное кино за последние даже 3-4 года. Конечно. Расскажите, пожалуйста, нам. Ну, я не оракул какой-то документального кино все-таки. Я делаю свое и делаю так, как считаю нужным я по большей степени. Для меня, конечно, это… Ну, тут сложно добавить что-то более сильное, чем зеркало. Но для меня это, на самом деле, в первую очередь, боль, которую я сам испытываю по какому-то вопросу. И я снимаю на те темы, которые, ну, как-то вот мне лично вызывают какие-то эмоции, против которых я не могу ничего… Которые я не могу, ну, в себе… Держать. Держать, да. Вот вы привезли фильм «Уездный город», а? Да. Почему? Почему «Уездный город», зачем «Уездный город», что у вас здесь болело? Что здесь была такая за эмоция, которую вы не могли держать в себе? Тогда, может быть, сначала о чем фильм «Уездный город»? Да, да, конечно. Фильм о маленьком городе, который живет… Который застрял в прошлом, глубоко в прошлом. И примерно так между 1941 и 1945 годом. 1900. 1900. 1900, где, собственно, произошло одно из важных событий в истории войны. А именно самая первая победа советской армии над гитлеровской армией. Самая первая. Победа была связана с необходимостью какого-то пропагандистского хода. Потому что это был сентябрь уже 1941 года. Немецкая армия наступала, никто ее не мог остановить. 700 километров меньше, чем за месяц она прошла от границ, да, от Бреста. И полная, ну, абсолютно деморализованная была армия, народ. В Москве уже известны, что женщины делали прически на европейский манер, потому что уже ждали, что уже сейчас немцы придут. И так далее. И нужно было хоть что-то отвоевать, хоть что-то отбить, хоть как-то. И тогда командующий... Этого всего в фильме нету. Это как бы я просто контекст рассказываю некоторый. Тогда Жуков был мало еще известен, был командующим резервным фронтом. И ему поручили вот, как бы, задачу. Я же не знаю, Сталин там или кто-то, кто там был еще. Поручили любой ценой, значит, первую победу советскому народу продемонстрировать. И, значит, к тому моменту в городе было население около 10 тысяч. Бой 8 дней продолжался, 40 тысяч погибло. Солдат, ополченцев вокруг города этого. Город отбили. Ну, точнее, как отбили, немцы свои части просто отвели. А город назывался? Еленя. Никакого стратегического значения. Никакого стратегического значения. Понятно, что это было только идеологическое значение. Абсолютно. Первый раз запустили на линию фронта иностранных журналистов. Первый раз подбили немецкие танки там. И вот весь мир это увидел. Даже на обложке журнала Life вышла фотография из Ельни, а тут она очень известная. Вот. Все. С тех пор. Да. Ну, и самое интересное, что меньше, чем через месяц немцы начинают наступление на Москву и отбивают и Ельню, и все там по полной программе. Еще два года Ельня, сейчас Смоленская область, и ближе даже. Все это находится в оккупации. И вот тут самое интересное, почему вас это затронуло? Зачем вам нужно было снимать документ о том, что было проходной точкой в истории? Нет, нет, не про это фильм. Фильм не про это, а фильм про то, что происходит сейчас. Ничего в городе нету. Абсолютно всеми забыт. У него статус, почетный статус. В 2007 году Путин ему присвоил статус «Город воинской славы». Это почетное такое звание. У многих городов этот статус. Конечно, да. Поставили стеллу туда, такую с российским гербом, новую, очень все красиво. Все. Ничего нет. Никакой работы, никаких перспектив, ничего. Ни театр, ни кинотеатр, ни клубничный. Ну, понятно. Умирающий совершенно нормальный глубинный город. Абсолютно. И на этом фоне, значит, мы видим, что, да, там постоянно какие-то военные праздники происходят, просто постоянно. И на этом фоне мы видим, как вот эта вот глубокая травма, потому что там в каждой семье, ну, там просто два года в оккупации находится вся эта территория. Там, ну, кто в концлагере, кто на фронте погиб, кто еще, кто инвалидом остался. Ну, просто, ну, действительно, на каждом доме стоит вот эта печать травмы от этой войны. Ну, Смоленская область практически. Конечно, конечно, да, да, да. И на этом фоне мы видим, как власть начинает вот на этих чувствах манипулировать и вкладывать нужные себе идеи. И в первую очередь страдают от этого дети, потому что детям заняться нечем, там никакого там досуга, каких-то развлечений. Ну, да, есть там художественная школа, куда там ходят несколько детей. Младенцев начинают одевать в пилотке. Ну, да, да, да. И с детского сада строим маршировать, юнармия, ну, и все по полной правиле. Я просто не знаю, насколько в Латвии известно, что такое юнармия, но это такая вот военно-патриотическая организация, спонсируемая Министерством обороны. Ну, юнармия, да, детская. Вот, практически все дети тут же оказались в юнармии. Я не могу сказать, что там их вот накачивают, что там вот кругом враги, но это происходит в любом случае. У них у всех есть родители, которые все смотрят телевизор, которые все находятся в определенном информационном пространстве, создаваемом, естественно, властью. Ну, а можно в России-то тут кино показывать? Вот мы узнаем скоро, в декабре в Москве будет фестиваль. Ну, это ведь не российский фильм, это фильм чешско-германский. Это фильм, который поддержал крупнейший, авторитетнейший европейский телеканал «Арты». Дмитрий, это его вторая картина, его первая картина, называлась «Стена». Она получила ряд призов за рубежом, в том числе главный приз фестиваля в Ихлове. Это в течение дня очередь, которая упирается в Кремлевскую стену, где захоронен Сталин, и люди приходят с почтением, так сказать, возлагают цветы, тирану, ну и так далее. Виталий, вы, наверное, не поняли, Лена спросила, можно ли будет посмотреть это кино в России? Вот, и могут ли его показывать? И мы, скорее всего, понимаем, что, скорее всего, его показывать не смогут. Да, как, например, в фестивале «Ардук-фест» тоже есть большие проблемы с позиционированием себя в Российской Федерации. К сожалению, да, мы сейчас даже… Зато очень повезло Рике. Даже не это мы обсуждаем. А у меня, на самом деле, такой, ну, немножко каверзный вопрос. Вот, Дим, вы снимали это кино. Вы, наверное, понимали, что его не покажут в России. Я все-таки ремарку сделаю. Я считаю, что нам все-таки удастся показать эту картину в России. Нет, удастся, это все-таки согласись, Виталий, друг, не другая история. Но Дима сделал некоторую, ну, так сказать, некоторую версию, которая для России, так сказать, более… Приемлема. То есть, мы теперь делаем два документальных кино. Одно приемлемое, другое неприемлемое. Нет, это неправильно я сказал. Говорите, как есть. Говорите, как есть. Поймало, да? Ну, я ошибся, и это такая не очень корректная. Ну, просто дело в том, что у нас есть один из героев фильма, который в определенный момент произносит, ну, очень нелицеприятные вещи о действительности его окружающей. И это, естественно, настоящий герой, который в документальном фильме, он не игровые слова произносит. Абсолютно настоящие, да. Произносит настоящие свои слова. Да, но дело в том… Которые не нужно вырезать, в принципе, из фильма. Можно было бы не вырезать, если бы герой там не жил. Но герой там живет, город маленький, все друг друга знают, и герой этот уже находится под вниманием властей, и просто есть, ну, вопрос его безопасности личной. Вот и все. И поэтому, ну, определенную часть, совсем небольшую, там, меньше минуты, мы оттуда уберем. Я могу сделать вывод, что если в России говорить правду, то можно оказаться, и то, что думаешь, то можно оказаться под пристальным и недоброжелательным вниманием. А это для кого-то секрет? Это да. Ты сейчас зачем говоришь? Я говорю, потому что… Ты нам решил открыть все тайну? Нет, нам с тобой нет. Но я думаю, что часть слушателей об этом не знают. Или знать не хотят. Я все-таки продолжу свой вопрос. Дмитрий, Дим, скажите, пожалуйста, вот вы когда снимали фильм, вы понимали, что, скорее всего, может быть, ваш фильм не покажет в России? Потому что это вообще-то нелицеприятная история. А вся наша новейшая история, которую рисует нам Государственная Дума, Совет Федерации и тому подобные не очень уважаемые люди, она нам показывает, что говорить правду не просто легко и приятно, а очень опасно и вредно. Ну, здесь просто надо разобраться с терминологией, что значит «не покажут в России», «не покажут где». Понятно, что на государственной канала… Ну, подождите, у любого фильма должен быть прокат. Нет. Даже если это документальный фильм. Абсолютно нет. Нет? Абсолютно нет. О, откройте мне тайну. Абсолютно нет. Как это происходит? Я была уверена, что для документального фильма тоже важен прокат. Нет. Значит, конечно, прокат – это хорошо, но документальное кино в России в кино ходят единицы. Виталий, у вас вот же «Лучах солнца» был в прокате, я даже сам на него ходил. Вот сколько было залов, сколько копий, сколько… Ну, да, но нас ограничили в залах, у нас было 15 залов на Россию. Но Дима прав, что кино, конечно, и когда говорит «показ» в России, это телевидение. И телевидение не покажет этот фильм. Как, впрочем, нужно признать, что за всю историю «Ардукфеста» федеральные каналы, а мы каждый год показываем 21-ю картину, лучшую картину мировую, федеральные каналы не показали ни одного фильма. А если быть более точным, мы показали один фильм в 2008 году немецкий о чудаке, который там построил подводную лодку и плавал у себя там рядом с домом. Ну, такая курьезная. Ничего сутевого телевидение не показывает. И, конечно, картину Дмитрия, как и другие картины, ожидать показа в России на федеральных каналах не приходится. Но стену, по-моему, показывал дождь. Нет, только «Карантайм». А только «Карантайм». Окей, да. И уездный город тоже. У нас уже есть контракты. Ну, простите, тем не менее, всё равно, даже в той же самой России, в которой существует уже, ну, мы не будем, наверное, спорить, достаточно серьёзная цензура на показ вообще всего что угодно, на любого документа, на любого даже художественного фильма, и даже самого плохого, простите, как Матильда, всё равно существует цензура, которая там инициируется либо какими-то идиотами, либо откуда-то сверху. Всё равно она существует. И тем не менее, показ есть, прокат есть, есть огромное количество уже, ну, окей, не огромное, сколько, Виталий? Ну, два точных, я знаю, фестиваля документального кино в России. Это «Ардокфест» и «Филмбит», или как он называется? Да, «Битфилмбит». Вот, а ещё что-то, наверное, есть в регионах, просто мы не знаем, мы не так это распиарены. То есть, всё-таки как-то документальное кино живёт? Ну, я скажу, что всё-таки фестивали, особенно в регионах, они зависимы от местных властей, они с большой оглядкой смотрят на Москву, и они, в общем, стараются не приглашать фильмы, которые могут им создать проблемы. И даже мне откровенно говорили, если раньше они все гонялись за моими фильмами, когда моя позиция стала, так сказать, ну, не в тренде государственной идеологии, они стали говорить, что вот мы не можем пригласить ваш фильм, потому что мы хотим сохранить фестиваль, например. Это, к сожалению, тоже существует, хотя на фестивале такого уж сильного давления не оказывают, это, скорее, самоцензура. Но она есть. Ну, конечно. Буквально об этом продолжим говорить через пару минут. Подсматриваем мир прямо сейчас. Что такое документальное кино? Насколько важно это для нас сегодня? Насколько важно понимать, что для нас документальное кино? Ну, с нами вместе Виталий Манский, режиссер, президент фестиваля «Арт-дог-фест», который идет прямо сейчас в Риге. Если у вас есть время, а главное, чуть-чуть, маленькое количество денег, обязательно побегите и покупайте билеты, и смотрите эти фильмы. Это незабываемо. Также Дмитрий Боголюбов, режиссер. Мы говорим о его фильме. Мы ждем еще Ольгу Делане, тоже режиссера. Лена Лукьянова, понятно. Мы все вместе продолжаем говорить о том, как важно для нас сегодня документальное кино. Потому что, несмотря на то, что мы все, естественно, увлечены главным развлечением – художественным кино, но в последние годы интерес широкого зрителя к документальному кино вырос, ну, мне кажется, в разы, на порядке. Его стали чаще показывать в кинотеатрах, на него продают билеты, на него есть бокс-офис, на него есть очень большой спрос, ему дают большие призы. Простите, «Оскары» уходят документальному кино. Наш телефон – 672-12-939, 672-13-939. Давайте все-таки дадим возможность поговорить с нашим слушателем. Алло, здравствуйте. Не, не дали. Можете не надевать наушники. Продолжим говорить между собой, потому что это страшно интересно. И вот самое интересное. Скажите мне, пожалуйста, дорогие мои режиссеры-документалисты, насколько важно сейчас отражать именно сегодняшнюю действительность в документальном кино, насколько это интересно, или можно все-таки быть немного более лояльным к истории и углубляться в давние времена? Дмитрий. Что вы имеете в виду? Что значит «лояльным к истории»? Ну, смотрите, вот у вас на фестивале был фильм Сергея Лозницы «Государственные похороны». Фактически это хроника 1953 года, смонтированная в единое кино. Я читала интервью Лозницы, он рассказывает о том, что единый фильм вроде как был сделан, а вроде как он был недоделан, а куча хроники осталась за пределами. И так далее. То есть не было единого материала, оценивающего смерть Сталина. Это было сделано. Это возврат к старым временам. Сегодня это переосмысление. Я позволю себе предположить, что фильм «Похороны Сталина», ну, «Государственные похороны Лозницы» самый актуальный фильм нашей нынешней программы. Хорошо. Дмитрий. Не только потому, что мы хотим ждать каких-то других. Дмитрий снимает про городок, застрявший в периоде середины военного времени прошлого века, более 70 лет назад. Кто-то снимает, прямо подглядывает сегодняшние события, тоже о них рассказывает. И вот к нам пришла Ольга Долады. Прошу любить и жаловать. Она прямо заходит сейчас в эфир и садится вместе с нами. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Продолжаем. Да. Дим, ну, к тебе был вопрос. Ну, просто, как бы, мы это снимаем о настоящем в любом случае. И, конечно, да, есть там хроникальные кадры, хроникальные фильмы, построенные на хронике. Конечно, можно говорить о прошлом. Тут надо просто с жанрами определиться тоже, потому что там есть, так скажем, научно-популярные фильмы, которые там о событиях прошлого рассказывают. Но мы сейчас имеем дело с событиями настоящего. Может быть, я не права, поправьте меня, пожалуйста. Вот почему-то мне в моём детстве казалось, что документальное кино это всегда о чём-то далеко ушедшем и забытом прошлом. О том, что нам нужно напомнить, там, не знаю, стелевары, доярки, полёт в космос, там ещё что-то. Вот это как о Сколе. И так далее. У неё как раз картина о прошлом. Вот я про это и говорю, что вот почему-то раньше было такое ощущение, что документальное кино это всегда какой-то там прыжок в прошлое. А теперь такое ощущение, у меня на всяком случае складывается, что документальное кино это настолько актуальное настоящее, которое прямо вот должно вот прям вот свербить и бить в жилу. Ну, вообще странно, потому что Рижская киношкола одна из вообще самых сильных и всегда была очень... Я просто не зритель. ...об актуальном. И мы... Я во ВГИКе учился, в общем, во многом на произведениях Рижской киношколы. Да. Поэтому... И она всегда была бы актуальна. Всегда, абсолютно. Просто другое дело, что телевидение, оно всегда настроено... Запаздывает, да? Нет, нет, нет. Оно настроено на показ вот такого вот научно-популярного. Вот вы говорите, да, что вот я заведомо... Да, конечно, я заведомо знал, что мой фильм не покажут. Даже если бы я сейчас пошёл бы снимать там про строителей Крымского моста, его всё равно бы не показали, потому что это не формат. Потому что авторское кино, неважно даже, о чём оно. Понятно, там мы даже с нашими темами здесь на Ардукфесте как бы и не думаем. Но даже если бы я там снимал что-то такое, вот, да, совершенно нейтрально, всё равно бы это никто не показал. Потому что каналы всегда... И вот это только раз, что я хотел, чем я хотел, да, вот продолжить. Каналы всегда заказывают сами. У них строгий формат. У них чётко определённая повестка, которая им интересна. И в основном чётко определённый круг людей, допущенных до съёмок этих фильмов. У меня был фильм на канале «Россия-1». Я снял его там пять лет. Абсолютно вот на историческую тему. Меня пригласили как режиссёра, который там работает с реконструкциями. Потому что я там, да, много как бы вот этому времени посвятил своё время. И да, вот я сделал фильм там исторический. Там тоже не обошлось без какой-то там нецензуры, но, в общем, каких-то немыслимых правок совершенно абсурдных, которые, ну, как бы просто противоречат там... А вообще, в принципе, возможен документальный фильм, который невозможно переправить, да? Вот у нас же мы понимаем, что сейчас огромное количество цензуры, которая влезает абсолютно во всё. Там, да, может не понравиться одно слово, может не понравиться предложение, а может не понравиться весь концепт. Сценарий, режиссёр, ещё что-то, ещё что-то, артисты, которые, может быть, задействованы в этом, и персонажи, которых снимают. в принципе, возможен документ, который не может быть подвержен цензуре. Да, пожалуйста, сколько угодно. Сколько угодно. Его не покажут. Ну, конечно. Кто мешает? Иди снимай, бери камеру, хоть на телефон. Нет, не послушаем опять. Оля. У меня другой опыт. Любовь по-сибирски не имела абсолютно никакой цензуры. Он прошёл в 30 странах мира, и не было никаких... Единственный стоп был, это вот, был в сентябре, в Забайкалье я его хотела показать, там, где я делала сам фильм. Его не приглашали ни на один фестиваль. В России. В России, да. В Чите. И два часа до показа мне выключили свет. Просто. Ну, то есть, иными словами, Ольга пришла чуть-чуть с мороза, она не слышала, с чего мы тут начинаем. Фильм её был показан в 30 странах мира. Но когда Оля решила его показать в той стране, где она его сняла, И более в том месте, где она его сняла, где она сама организовала этот показ, приехала в Читу, арендовала зал, приехали гости. Приглашения. Да, приглашения. За два часа до показа местные власти выключили в зале электричество. При этом, если вы думаете, что Ольга Долоне сняла фильм о Навальном, я не знаю, Ходорковском. Да, не дай бог. Или ещё о чём-нибудь таком подробном. Да, почему Ходорковский сидел в Чите довольно долго. Но Ольга сняла фильм о понимании чувства любовь русской женщины. на примере своих близких, а иногда даже и родных Оли людей. То есть, это очень опасная тема. Чувства. Чувства. Это вообще очень опасная тема. Давайте. Нет, опять же, господи, каждый раз, когда я пытаюсь нажать на кнопку и сказать, давайте послушаем наших слов, всё-таки попробуем. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Вот это вас, да, не дозвоните. А мы вот всё время вас ждём и ждём, а вы не звоните. Я остаюсь на проводе, да. Давайте немножко тоже попытаюсь про документальное кино поговорить с вами, если можно, там 40 секунд. Последний фильм, который зашёл, вот реально зашёл, это «Холивар». Это Андрюш Лошак, да. Да. Ну, суперфильм. Понравился один, как бы, комментарий в конце. Ну, наверное, это больше, наверное, судить можно, людям, которые живут в России, которые, напишав так, что хотели фильм создать о развитии интернета, рунета, а получился о деградации страны. Как бы, если так посмотреть фильм, то так оно и получается. Вот это вот комментарий. Виталия Манского вот фильм посмотрел «В лучах солнца», когда он только вышел, так вот всё, тоже он громко-громко гремел, но вот правда не зашёл фильм, почему-то. Хотя к Виталию отношусь очень хорошо. Вот последнее интервью на «Настоящее время», да, канал у нас есть? Да. Интервью, где вы были с женой Бориса Немцова. Дочерью. Да, с дочерью. Извините, с дочерью. Ну просто, ну вот с первых минут зацепило, не смотрел сначала, вот каналы переключал, вот просто вот остановился и всё. И вот как бы даже сначала не видел, не знаю сколько, 20-30 минут не видел, там 10, но смотрел до конца. Ну это вроде не документальное кино. То вот потерял... Понятно. Вы знаете, ведь вы правы, что документальное кино должно зайти и оно не обязано заходить всегда и всем. И, так сказать, в этом и прелесть, многообразие наших эмоций, наших ощущений, но мы должны иметь выбор. Вот вы должны иметь выбор смотреть то, что вас волнует. Когда кто-то за вас решает, что вы должны смотреть, это ситуация несвободы. И российские документалисты и люди, которые живут за пределами России, но снимают кино в России, они оказываются в положении несвободы, и это их... Ну, так сказать, это вообще разрушает естественное развитие событий, это вообще разрушает нашу жизнь. и, скажем, фестиваль «Ардокфест» существует для того, чтобы восстанавливать те зоны конфликтов и зоны провалов, которые возникают в... ну, в данном случае, повторюсь, в России, но не только, в Белоруссии, в Узбекистане, в Таджикистане, я не знаю, в Туркмении, где вообще люди живут в каком-то Средневековье, и об этом можно рассказывать документальным языком, и поэтому голландский режиссер Маша Новикова едет в Чечню и снимает фильм «Дайд Мох», который как бы показывает и представляет вот этот этический, эстетический уровень градуса общественной жизни, где никто не говорит о политике, но политика лезет просто из каждой из каждого монтажного стыка, и ты понимаешь, какой, ну, какой спертый воздух в этом прекрасном богом рожденном месте, где, казалось, должен воздух быть свежим и пронзительным, и это все документальное кино, но все ли это почувствуют, все ли способны это почувствовать, а это уже вопрос, ну, нашего выбора, нашего, нашей степени готовности чувствовать, поэтому фильм Ольги Доланы о чувстве так важен, настолько нам важен, и мы хотим смотреть фильмы не о политике, а о чувствах, и мы очень сокрушаемся, что эти фильмы не получают возможности пробиться даже к героям этих фильмов. Ну, да, спасибо за поддержку. Знаете, я даже не люблю политику, я не люблю говорить о политике, я не люблю говорить про болезни, я люблю жизнь, и я пытаюсь это выразить, свою любовь, своей любовью поделиться с моим зрителем, потому что жизнь состоит не только из политики, и фильм, который я сегодня представляю, можно я тоже с ним, фильм, который я сегодня представляю, он о такой женщине, которая молчала, это была моя самая первая встреча в сибирской деревне, я как городской житель, я как уже европейский житель, приезжаю впервые в деревню в такую глубинку, в глушь сибирскую, где нет не асфальтированных дорог, где нет не автомобилей, где нет желаний у жителей этих местностей купить себе какие-то золотые часы, и я в восторге, они окружены просто природой, они чисты, они чисты от рекламы, они чисты от политики, все от них очень-очень далеко, и я пошла по улицам узнавать историю этого села, и мне первым делом сказали, вот у нас есть старожитель, Дорочка, иди к ней, а Дорочку на самом деле зовут Феодора Тимофеевна, вот, я постучалась к ней в ворота, я была при технике, я была, я выглядела для местных жителей как инопланетянка со всем вот с этими, да, с сумками, с камерами, со штативом, она не испугалась меня, открыла мне ворота, сказала, заходи, я была у нее при каждом моем приезде, я ее навещала, это было, наверное, года два-три, мы с ней сдружились, но мы молчали, молчали, я молчу не, она молчу не, но мы понимали друг друга на каком-то другом языке, и мы полюбили друг друга, не общаясь, но когда я начала делать фильм «Любовь по-сибирски», я подумала, что вот раскрою-ка я свою подружку на ее историю, она долго не раскрывалась, какие-то выражения меня подкидывала, что-то кидала, но это было все не то, и когда я уже серьезно взялась за нее, что я знала, что все, она мне нужна как героиня, мы провели с ней, наверное, часа два на кухне у нее, и я ее и так пытала, и так, у меня все мои режиссерские вот эти вот искусности, они уже пропали, я уже не знала, как мне что, как мне узнать, чей это сцен, откуда у нее дети, что с ней произошло, почему она меня вводит таким лесом, а я уже реально стукнула по столу кулаком, сказала, дурочка, хватит, да, хватит мне мозги пудрить, ну как, по-доброму, конечно, да, и что, и тогда она поняла, что все, ей уже никуда не деться, и нужно раскрыться, и она раскрыла мне свою историю, такую интимную, очень-очень интимную историю, со всей болью, со всеми своими страданиями, и это такая тяжелая у нее судьба. Потрясающая история. Спасибо. И когда мы с ней расстались, я поняла, что я была первая, которая узнала это. Я еще спросила ее родственников, я спросила в деревне ее подруг, и абсолютно, да, было понятно, что никто не знал, что это. А есть вот этот вот маленький такой люфт, когда ты вдруг думаешь, а можно, вот они раскрываются, вот герои, они же настоящие, да, это же не артисты, которых ты заставил играть, да, ты прописал сценарий, выставил какие-то заданные, какие-то обстоятельства и так далее, все знают, какого жанра картина, которая снимается, а это документ, то есть это реальность, и ты вдруг понимаешь, что ты настолько вошел под кожу к человеку, которого ты интервьюируешь, что он немножко забыл о том, что есть вот эти границы, а вот для вас есть эти границы, когда вы понимаете, не, ну это нет, это я не расскажу, вот мне это рассказали, но это нет, это ни за что, это слишком лично. Ну, я думаю, как, во-первых, камера была включена, она меня не просила, чтобы... Понятно, что камера была включена, я про очень личностный аспект. Я понимаю, но я даже думаю, она была бы благодарна за то, что мы сейчас вот видим эту историю, потому что она на ней лежала, как камень на душе, и вот это вот ее раскрытие, когда она начала рассказывать мне это, у нее просто вот оно пошло вот таким вот своим, да, и она, мне кажется, даже была как-то... А как вы думаете, почему они показали такую историю в Чите? Нет, не эту историю, предыдущий фильм, «Любовь по-сибирски», но снят в том же селе и на ту же тему, «Любовь по-сибирски». А там-то чего испугались? Я не знаю, я не знаю, может быть, это просто на все... Да чувств они испугались, чувств, настоящих чувств, потому что все, что вот в моем фильме, то, что я наблюдаю, что я фиксирую... Даже Кончаловский, да, тоже снимал про чувства, «Осеклячины», ну, например... Тоже не показывали, да, лежал маленький фильм. Понимаете, там, где настоящее чувство, там такой страх и такая боль, что вообще лучше не соваться. Думает государство. Думает государство, да, 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 потому что тогда человек начинает, когда он это смотрит, он начинает о своих чувствах вспоминать, что у него тоже, оказывается, есть чувство, что у него тоже, оказывается, есть... Что у человека не функция. Да, конечно. Моя героиня, моего фильма «Девочка». Самое страшное, давайте, может, маленький такой приземляю, получается, что самое страшное в документальном кино это показать всем, что есть оголенное чувство, есть какие-то функции, не просто функции человека в государстве, да, которые могут вдруг пойти в разнос? Нет. И почему государство этого боится? Чего боятся государства от документального кино, ну, если это не связано с какими-то политическими событиями? свободных людей. А документальное кино делает людей свободными, способными говорить обо всем открыто. Ведь, в принципе, картина Ольги Делане не о политике, она о очень интимных вопросах, женской судьбы в консервативном обществе. Но этот разговор, он практически невозможен в медийном телевизионном эфире. Это делает человека чувственным, это делает человека таким, каким... Человека человеком делать нельзя в государстве. Конечно, если ты хочешь управлять человеком, он должен быть ничего. Он должен быть роботом. Он должен быть функцией. А давайте послушаем дозвонившихся. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. А у меня такой вопрос. Вот вы снимаете документальное кино, то есть реальных людей, персонажей. Вы прослеживаете потом их судьбу или нет? Потому что у них могут быть какие-то неприятности от соседей, от начальников. И если что-то с ними случается, вы им помогаете или нет потом? Отличный вопрос. Спасибо большое. Ну, в моей истории, в истории Дорочки было все понятно. Она, к сожалению, понятна, потому что она не увидела сама этот фильм. Ее родственники благодарили меня за него. Они его посмотрели, они узнали свою бабушку, прабабушку намного, намного ближе. Мои предыдущие фильмы, вот я могу сказать, с чего я вообще начала документальное кино после моего первого фильма, который я сняла в Краснокаменске, откуда я родом, фильм шел о... через год увидели наш Равкат, нашу первую версию, они обозлились на меня, они были реально злые, что они осмелились открыть рот, сказать миру свое мнение о себе, а мы их вырезали, какого-то, какого черта. Конечно, мы их вернули обратно, и снова через год я вернулась в Краснокаменск, и они мне говорят, Оль, ты не представляешь, нам выделили сапоги, нам выделили лопаты, то, что у них, как у рабочих, не было, поменялись зарплаты, появились страховки. Я поняла, класс, если можно сделать через документальное кино такое влияние в жизнь людей, это прекрасно. Я, конечно, стараюсь не как... Ответственность она всегда есть за каждый твой шаг в моей личной жизни, в жизни других людей. Здесь нужно быть очень внимательным, конечно, но нужно, конечно, лучше смотреть, чтобы на созидание, а не на обратный. Давайте попробуем. Нет, все, опять не слушаем. У нас очень нетерпеливые сегодня слушатели. Ребят, у нас остается буквально две минуты. Мне так кажется, что за последние несколько лет документальное кино завоевало абсолютно все площадки. То есть огромное количество фестивалей, огромное количество призов. Люди стоят в очередь для того, чтобы посмотреть документальное кино в кинотеатре, а не просто дома за завтраком или за ужином у компьютера. это обсуждают бесконечно. И у компьютера тоже. И у компьютера тоже за завтраком. Но тем не менее, я просто рассказываю о том, что для того, чтобы посмотреть за завтраком, не нужно сделать больших усилий, кроме того, чтобы набрать несколько символов. Но можно выбрать, что ты будешь делать за завтраком. очень большой вес в кинематографе. Я бы слово очень, наверное, не употреблял, но то, что... Я бы все-таки употребила это. Увеличивая часть. И аудитория «Ардокфест» в Риге, она, конечно, растет, но, скажем... Но уже не только по «Ардокфесту» но все-таки это как бы основной такой показ документального кино, по крайней мере, в России, но показ документальных фильмов не сразмерим с попкорновым кино. Его смотрят тысячи, миллионы людей. Документальное кино в сотни, а может быть, и тысячи раз меньше. И все-таки документальное кино это для людей... Это не так весело. Давай все-таки будем честными. Почему? Обычно все-таки документальное кино это не так весело. Комедия, потрясающая комедия о молодом комсомольце, секретарь по идеологии. Просто смешной фильм и, так сказать, и документальное кино может быть разным, не нужно его... А вот завтра, кстати, вот радиослушатели, они вот уже, кто не ходил на фестиваль, они уже все проспали, но завтра последний сеанс. На последнем сеансе будет две картины. Одна из них, француза, который вот сегодня прилетел в Ригу, он рассказывает рассказывает, этот фильм длится два часа двадцать минут, он рассказывает о том, как приехал в Москву, случайно познакомился с девушкой, у них возник длиннющий роман, изменивший его жизнь, ее жизнь, она оказалась из Нижнего Тагила, и в течение двух с половиной часов он рассказывает эту романтическую историю, абсолютная фантастика, хотя и документальная. Не упустите свой шанс посмотреть документальное кино на Ардокфесте Рига. С нами сегодня в студии был Виталий Манский, режиссер, президент фестиваля Ардокфест, Дмитрий Боголюбов, режиссер, Ольга Деланэ, режиссер, Елена Лукьянова и Кюли Писпонин. Завтра уже суббота, впереди выходные, ведите себя плохо.